Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение глав из книжки или сборника работ профессора Зигмунда Фройда «Методика и техника психоанализа», напечатанной в рамках психологической и психоаналитической библиотеки под редакцией профессора Ивана Дмитриевича Ермакова, выпуск 4, государственное издательство «Москва-Петербург», 1923 год. В данном аудио-видео-фрагменте речь будет идти о главе, посвященной толкованию сновидений при психоанализе. Итак, применение толкования сновидений при психоанализе. Работа написана самим Зигмундом Фройдом. Так, начинаем. Применение толкования сновидений при психоанализе. Центральбляд, фюр, психоанализа или центральный листок для психоанализа, поставил себе задачу не только сообщать об успехах психоанализа и самому публиковать небольшие статьи, но хотел бы ответить также и другой задачей, а именно излагать учащемуся в ясной форме уже известные, изберечь время и лишний труд посредством соответствующих указаний тому, кто только начинает применять аналитическое лечение. Поэтому в этом журнале будут появляться статьи дидактические и статьи технического содержания, а потому несущественно содержат ли они также нечто новое. Вопрос, который я на этот раз собираюсь подвергнуть обсуждению, касается не техники толкований сновидений. Я не буду рассматривать, как следует толковать сновидения и пользоваться их толкованиями. Остановлюсь только на том, какое применение при психоаналитическом лечении больных должно иметь искусство толкования сновидения. Тут можно поступать различным образом, но в психоанализе ответ на технические вопросы сам по себе никогда не бывает ясен. Если, может быть, существует больше одного хорошего пути, то, безусловно, есть очень много плохих путей, и сравнение различных технических приемов может способствовать только больше ясности даже в том случае, если и не приведет нас к выяснению превосходства одной определенной методики над другими. Кто переходит к аналитическому лечению о толковании сновидений, у того сохраняется интерес к содержанию сновидений, и потому всякому сновидению, рассказанному больным, он старается дать, возможно, полное толкование. Скоро, однако, он должен будет заметить, что и находиться, что находится при совершенно других условиях, и если хочет осуществить свое намерение, то вступит в столкновение с ближайшими задачами терапии. Если первое сновидение пациента оказалось вполне подходящим поводом для того, чтобы дать больному первые необходимые пояснения, то вскоре появляются такие длинные и неясные сновидения, что толкование их невозможно закончить в один день в течение одного рабочего часа. Если врач продолжает в ближайшие дни толкование этого сновидения, то больной ему тем временем сообщает о новых сновидениях, которые приходится отложить до тех пор, пока он не сочтет законченным толкование первого сновидения. Хочу вам сказать совершенно верно. Мою бытность, когда еще, значит, живя на Украине и занимаясь психотерапией, в том числе и психоанализом, вот я придавал колоссальнейшее значение именно психоанализу или анализу сновидений, поскольку и со слов Фройда, что сновидение – это прямой королевский путь в область бессознательного, я его поддерживаю сто процентов. То есть для того, чтобы не перелопачивать горы пустой породы, для того, чтобы, значит, найти один грамм золотого самородка, вот, а, по сути дела, проведение психоанализа путем просто, скажем так, свободно возникающих этих ассоциаций, вот. Это тяжелая работа, вы представляете, чтобы найти один грамм или полграмма золота, надо сколько руды, значит, пустой породы, или просеять через воду, или в горной породе, так. А вот, значит, это вот как раз толкование, так сказать, скажем так, симптомов и так далее по, значит, возникающим свободным ассоциациям. Если же вы хотите найти этот грамм золота более, скажем так, быстрым путем, с меньшими затратами времени, энергии, то, конечно, лучше толковать сновидение. И я тут абсолютно, значит, могу согласиться с утверждением доктора Фройда о том, что действительно очень часто одно сновидение, вот мне лично, я не ограничивался одним часом работы, как Фройд. У меня, если был интересный больной, и я, значит, проявлял интерес, и, в общем-то, был фанатичным толкователем сновидений, то я мог потратить эти 3-4 часа на толкование одного, значит, сновидения, но не всегда удавалось полностью закончить толкование одного сновидения даже за эти 3-4 часа. Приходилось переносить на следующий день, вот. Поэтому тут я ничего не могу возразить, я только согласиться. Тем более, доктор Фройд пишет, и невозможно закончить в один день и в течение одного рабочего часа. Если врач продолжает ближайшие дни толкование этого сновидения, то больной ему тем временем сообщает о новых сновидениях, которые приходится отложить до тех пор, пока он не сочет законченным толкование первого сновидения. Я в таких случаях просто не спрашивал, опросил больного записывать сновидение, но не сообщать мне о нем. Иногда продуктивность сновидений становится такой богатой, а больной делает при этом такие медленные успехи в понимании своих сновидений, что тогда у аналитика невольно является мысль, что такой способ доставлять или доставать материал является только выражением сопротивления больного, пользующегося наблюдением, что лечение не может справиться с доставляемым ему таким образом материалом. А между тем лечение значительно отстало от настоящих переживаний больного и потеряло контакт с действительностью. Против такой техники нужно выдвинуть правило, по которому наибольшее значение для лечения имеет знакомство с временным поверхностным содержанием психики больного и осведомленность в том, какие комплексы и какие сопротивления у него активны в данное время и какая сознательная реакция против них руководит его поведением. Едва ли следует отодвигать на задний план эту терапевтическую цель из-за интересов толкования сновидений. Я хочу вам сказать правильно, ведь толкование сновидений – это интереснейшая вещь. Я уже во многих местах упоминал о том, что, в принципе, значит, я, конечно, самоучка. Почему? Потому что в то время, когда я работал психоаналитически, еще нигде он не преподавался, книг не было. То есть книги я имел только, значит, свои антикварные, то есть изданные в царское время и, значит, скажем так, до 1930 года. Причем, конечно, основные работы были изданы больше в царское время. Почему? Потому что туда уже попозже, особенно после 1925 года, когда библиотечка Ивана Дмитриевича Ермакова была закрыта и не функционировала, значит, все работы Фрейда, они были такого метафизического плана, философского, общего, общие понятия, то есть они отошли уже тогда от медицинского, а меня интересовало всегда использование психоанализов с медицинских целями. Поэтому, в принципе, в принципе, не получая никаких успехов от лечения психоанализа, я просто оттачивал свою технику толкования сновидений, и, по сути дела, я ограничивался в работе, конечно, толкованием сновидений. Почему? Потому что оно давало колоссальнейший материал для познания психики данного пациента. Но доктор Фрейд прав. Поскольку он верил в то, что психоанализ дает лечебный, скажем так, результат, то он, конечно, правильно говорит, что едва ли следует отодвигать на задние планы эту терапевтическую цель, то есть анализировать текущие актуальные моменты жизни пациента из-за интересов толкования сновидений. Я же игнорировал это, вот, и в основном, конечно, занимался толкованием сновидений. Как же поступить с толкованием сновидений на время анализа, если хотят соблюдать это правило? Вопрос. Приблизительно следующим образом следует всякий раз довольствоваться результатом толкования, достигнутым в течение одного часа, и не считать потери, если не удается вполне узнать содержание сновидения. На следующий день нужно продолжать работу толкования не как нечто самой собой разумеющее, а только в том случае, если замечаешь, что у больного тем временем на первый план не выдвигается ничего другого. Нельзя поэтому отступать от правила всегда брать то, что первым приходит в голову больному. Если появились новые сны, прежде чем предыдущие доведены до конца, то нужно приняться за эти позднейшие продукции сна и не ставить себе в вину того, что на более старый не обращается внимания. Если сновидения стали слишком объемистыми и распространенными, то приходится наперед отказаться от полного толкования. Вообще, не следует проявлять особого интереса к толкованию сновидений или наводить больного на мысль, что если у него нет снов, то вся работа должна остановиться. В противном случае возникает опасность, что сопротивление направится на продукцию сновидений и поведет к их прекращению. У анализируемого должно создаться убеждение, что анализ во всяком случае найдет материал для продолжения работы безразлично, будут ли сновидения анализируемы и в какой мере они будут разбираться в них. Меня спросят, не связано ли такое применение толкования сновидений при таких методических ограничениях с отказом от очень большого ценного материала для вскрытия бессознательного? Вопрос. На это можно ответить следующее. Потеря не так велика, как это кажется, при недостаточном углублении положения вещей. С одной стороны, нужно ясно понять, что на всякие подобные сновидения в тяжелых случаях неврозов по всем данным нужно смотреть, как на принципиально недоступные полному выяснению. Такое сновидение часто схватывает целиком весь патогенный материал случая, неизвестный еще врачу и пациенту. Так называемые программные сновидения, биографические сновидения. Иногда такое толкование равносильно переводу на язык сновидений всего в содержание невроза. При попытке истолковать такое сновидение начинают действовать все существующие еще не затронутые сопротивления, стоящие, ставящие предел пониманию случая. полное истолкование такого сновидения совпадает с окончанием всего анализа. Если такой сон записан в начале анализа, то его можно понять в конце его много месяцев спустя. Положение такое же, как при понимании отдельного симптома, например, главного симптома. Весь анализ служит его выяснением, во время лечения нужно пытаться понять поочередно то одну, то другую часть толкования симптома, пока не удается объединить, пока не удастся объединить все эти части. Нельзя поэтому требовать большего основедения в начале анализа. Нужно быть довольным, если из попытки истолковать его удается установить сначала только одно патогенное желание. Отказываясь от полного толкования сновидений, отказываешься от того, чего нельзя достичь, но обыкновенно ничего не теряешь, прерывая толкование более старого сна, для того, чтобы взяться за последнее сновидение. Из толкования удачных примеров сновидений мы узнали, что несколько сцен того же сновидения, следующих одна за другой, могут иметь то же содержание, проявляющее в них со все более возрастающей ясностью. Мы также узнали, что несколько сновидений в течение одной ночи представляют собой только попытки изобразить различными способами тоже содержания. Вообще говоря, мы можем быть вполне уверенными, что всякое желание, создающее сегодня сновидение, вернется снова в другом сновидении, пока больной его не поймет, и оно не освободится от власти бессознательного. Таким образом, лучший способ закончить толкование сновидений часто состоит в том, чтобы оставить его и заняться новым сновидением, которое содержит тот же материал, может быть в более доступной форме. Я знаю, что врачу, а не анализируемому, не так-то легко отказаться от сознательной цели лечения и отдаться руководству чего-то, что всегда кажется случайным, взято в кавычки слово случайным. Но я могу уверить, что, решаясь на это, всякий раз следует довериться собственным теоретическим положениям и заставить себя в деле установления общей связи не оспаривать руководство у бессознательного. Я стою следовательно за то, чтобы при аналитическом лечении толкование сновидений применялось не как самодавлеющее искусство, что делал я, а чтобы пользование им подчинялось тем же техническим правилам, какие господствуют вообще при проведении лечения. Разумеется, что иной раз можно поступать и иначе, и уступить немного, и теоретическим интересам, но при этом нужно всегда знать, что делаешь. Необходимо принять во внимание еще и другой случай, ставший возможным после того, как мы больше стали доверять нашему пониманию символики сновидений и находимся в меньшей зависимости от мыслей, возникающих в сознании больного. Ну, скажем так, символика по Фройду, она, конечно, потеряла всякий смысл. Почему? Потому что у каждого своя символика. Своя символика. У каждого человека он создает себе свою символику. Поэтому вводить символику, что если тебе приснилась змея, если тебе приснилась трость, если тебе приснился зонтик, если тебе приснилась палка, то это символ пениса, мужского полового органа. А если тебе приснилась комната, шкатулка, вообще емкость какая-то, то это символ вагины женской. Понимаете? На чем тогда Соник по психоанализу отличается от Соника, ну скажем так, тех Соников, которые народ использует в толковании сновидений. И опять повторяю, что у каждого человека свои символы сновидений. Поэтому, конечно, вот эта символика фройдовская, она отпала, она потеряла полностью свое значение. Это был скажем так, такой холостой выстрел в учении Фройда. Так, разумеется, иной раз можно поступить и иначе, и уступить немного и теоретическим интересам, но при этом нужно всегда знать, что делаешь. Необходимо принять во внимание еще и другой случай, ставший возможным после того, как мы больше стали доверять нашему пониманию символики сновидений и находимся в меньшей зависимости от мыслей, возникающей в сознании больного. То есть, символика, что она делала? Значит, позволяла отказаться от понимания или что? От трактовки, скажем так, методом свободных ассоциаций с самим больным. Вот. В этом-то, конечно, и ошибка. С моей точки зрения. Особенно умелый толкователь сновидений, таким, кстати, был Вильгельм Штекель, может отказаться в таком положении, что поймет любое сновидение пациента, не заставляя его проделывать над сновидением утомительную и отнимающую много времени работу. Кстати, вот я еще раз повторю. Вильгельм Штекель это был виртуоз, куда Фройду? Когда у меня есть какая-то работа одна, напечатанная в журнале психотерапии, там идет сравнение, значит, трактовка Фройда такая сложная, тяжелая, понимаете, вычурная, искусственная и толкование этого же сновидения, проделанное Штекелем, ясное, понятное, реальное. Ну, вот как раз тут доктор Фройд и пишет, и он подразумевает, не называя доктора Штекеля, что поймет любое совпадение сновидения пациента, не заставляя его, самого пациента, проделывать на сновидении мутомительную и отнимающую много времени работу. Для такого анализа отпадают поэтому все конфликты между требованиями толкования сновидений и терапии. У него явится искушение всякий раз полностью использовать толкование сновидений и сообщать пациенту все, что он угадывает из его сновидений. При этом он, однако, пользуется методикой лечения, значительно отличающейся от обычной, о чем я буду говорить в другом месте. Тому, кто начинает применять психоаналитическое лечение, во всяком случае, не рекомендуется брать в пример этот необыкновенный случай. Ну, скажем так, может быть, он и завидовал Фройд, Штекелю, по отношению к самым первым снам, сообщенным пациентам во время аналитического лечения, пока он еще ничего не знает из техники толкования сновидения. Всякий аналитик находится в таком же положении, как выше предложенный нами толкователь сновидения, то есть по символам. Эти начальные сновидения, так сказать, наивны, они выдают слушателю очень много, подобно сновидениям так называемых здоровых людей. Теперь возникает вопрос, должен ли врач сейчас же сообщать больному все, что он сам вычитал из сновидения. На этот вопрос я не дал здесь ответа, потому что он, очевидно, связан с более обширным вопросом о том, в каких фазах лечения и в каком темпе следует посвящать больного в знание того, что скрыто в его душе. Чем больше пациент приобретает опыта в толковании сновидений, тем непонятнее обыкновенно становятся его позднейшие сны. Все приобретенные знания касательно сновидения служат также предупреждением для образования сновидения. В научных работах, в научных взятых в кавычке о сновидениях, получивших новый импульс от психоанализа, несмотря на отрицание толкования сновидения, всегда находишь совершенно излишнюю заботу о том, чтобы сохранить текст сновидения и уберечь его от искажений и узур ближайших дневных часов. Некоторые психоаналитики также не применяют на деле с полной последовательностью своих взглядов на условия образования сновидения, требуя от больного, чтобы он записывал каждое свое сновидение непосредственно по пробуждению. Подобная мера в терапии излишня. К тому же, больные охотно пользуются этим предписанием, чтобы нарушить свой сон и проявить бесполезное усердие. Если таким образом и удалось спасти текст сновидения, которое в противном случае было бы поглощено забвением, то все же легко убедиться, что для больного этим ничего не достигнуто, никаких мыслей по поводу этого текста не возникает, и результат получается такой же, как будто сновидение не сохранилось. Врач все-таки узнал нечто такое, что от него в противном случае ускользнуло бы, но далеко не одно и то же, знает ли что-нибудь врач или пациент. В другой статье мы дадим оценку значения этого различия для техники психоанализа. Наконец, я хочу упоминать еще об одном особенном типе сновидений, которые по условиям своего возникновения встречаются только во время психоаналитического лечения и могут удивить и ввести в заблуждение начинающего психоаналитика. Это так называемые догоняющие или подтверждающие сны легко доступные толкованию и после истолкования их они подтверждают только то, что выяснилось при лечении из материала добытого и пришедшего на сеансе в голову мысли последние дни. Получается впечатление, как будто пациент имел любезность выявить в форме сновидения именно то, что ему было взято в кавычки слово внушено непосредственно перед тем опытному аналитику однако довольно трудно допустить подозванную любезность у своего пациента. Он понимает такие сновидения как подтверждение и констатирует, что они наблюдаются при лечении тока при условных при известных условиях воздействия. Но огромное большинство сновидений идет впереди лечение. Так что устранив уже известное и понятное мы находим в них более или менее ясное указание на нечто до того скрытое. Ну вот такая вот небольшая статья профессора Фройда. Ну что я вам скажу опять же поскольку тут не приводится примеров то для обычного слушателя интеллигентного образованного она мало что дает. А вот для врача практикующего психоанализ конечно она будет очень и очень интересна. Поэтому в первую очередь эта статья профессора Фройда конечно она адресована врачам занимающимся психоанализом и в частности толкованием сновидения. Итак благодарю вас за проявленный интерес к чению и оказанное внимание вот и прощаюсь с вами. Я доктор Джордж Горбатов благодарю вас и говорю вам до свидания до следующих чений из материалов или материалов из моей библиотеки. Продолжение следует...